добрый день мы начинаем наш пятый урок по главе вайра урок за хорошей дух арон арьев бен двойра за поднятие души яков бен нахум владимир бен григорий ури бен харитон за здоровье за здоровье парина пен бацони сура светлана баклара всевышний начинает свою вторую казнь в египте казнь лягушками лягушки очень преданно бросились выполнять повеление всевышнего они не жалели их своих жизней написано что лягушки будут везде и во дворце и в тебе и в твоем народе и в печах и в пашни везде залезут лягушки везде не будут бросаться настолько они самоотверженно казнили египет очень интересно что давний спор определение границы египта и медиана был решен с помощью лягушек лягушки атаковали только египет они заполнили страну египетскую и когда они заполнили страну египетскую все увидели четкую границу они дошли ровно до границы которая отмерил всевышний египту и там все увидели где медиан а где египет наши мудрецы говорят что три величайших человека которые были в изгнании в вавилоне звали их мишаэль ханания и азария написано в книге пророки что царь объявил что все весь народ должен пойти и поклониться идолу который сделали если бы эти три человека не хотели бы прийти они нашли любую причину никто не обратил внимание все ходили кланялись это было все в порядке вещей но они решили нет мы демонстративно не поклонимся идолу спросили у пророка и хескеля защитит нас все вышли или нет он сказал нет не защитит не надо это делать искали нет мы все равно пойдем чего бы то ни стоило мы покажем что мы идолу не поклонимся в общем как они сказали так это и было они демонстративно не поклонились идолу и пришлось вавилонскому царю на выходне цару бросить их в огонь он это не хотел но разве так дерзко поступают он не мог перед своей подданными выглядеть иначе и сказал бросить мишаха шадраха и веда него бросить в печь и когда их бросали в печь те кто их бросал сгорели тут же смотрят в печи ходят не трое а четверо что происходит никто не может понять раскаленная печь ходит четверо в печи когда они вышли из печи живыми целыми невредимыми то казалось бы они осветили имя всевышнего но народ наоборот и заплевал они сказали вы имея такого бога который вас спасает даже из горящей печи вы еще не хотите его слушать вот так где взяла взялась у них такая мысль броситься в печь пойти на такую жертву наши мудрецы говорят что они это научились у лягушек что лягушки не жалели своих жизней и бросались в печь освещая имя всевышнего вот это они решили сделать вот такая удивительная история произошла с нашими тремя праведниками вот так вот на этом наш сегодняшний урок заканчивается всем всего самого наилучшего до следующих встреч а